ну что друзья мои время 2 часа ночи абсолютная тишина сегодня мы с вами поговорим о душе почему о душе потому что только она отправится в путь после смерти нашего физического тела но как вы понимаете есть только две вещи очевидных это то что мы с вами сейчас общаемся это что рано или поздно мы умрем то есть физическое тело умрет ни для кого это не секрет а вот тот факт что наша душа в обличии такого же тела физического будет дальше жить вот это уже людям понять сложно потому что есть люди верующие да как говорится есть люди религиозные между ними очень большая разница человек верующий он просто верит в нетленность души и прекрасно понимает что он не просто так живет и работать нужно над собой на перспективу потому как если считать что с этой жизнью заканчивается наше все все наше бренное существование у большинства но чахленькая дохленькая до мало людей может бороться со своими страхами быть людьми честными жизнь с достоинством не прогибаться не вылизывать задницы и вот если мы с вами осознаем тот факт что мы не это тело не этот мясной костюм а все-таки субстанция тонкая более тонкая душа если мы это поймем то тогда мы начнем заниматься собой заниматься своим развитием заниматься развитием души потому что у души тоже есть ум у души есть дух душа тоже должна быть сильная у души должны быть знания вот что вам скажу мои дорогие учитывая тот факт что у меня была клиническая смерть свое время и дело в том что после смерти ты оставишься таким же просто нету тела ты абсолютно также ходишь по этой земле ты можешь проходить сквозь стены ты можешь видеть всех своих близких ты можешь наблюдать все просто ты находишься в другом измерении в другом теле тонком теле ты видишь и ощущаешь все что ты не доделал ты смотришь на своих родственников на любимых людей и нелюбимых только теперь ты не участвуешь процессе ты не можешь общаться ты не можешь ничего доказать ты даже не можешь указать близким куда ты спрятал заначку с деньгами да ты можешь посмотреть на свою машину в гараже а у кого-то их 10 а с 10 машинами вообще-то хуже чувствует себя на том свете на другом свете в другом обличье бедными как правило терять то нечего собственно говоря вот богатым богатый человек не попадает царство божие ни под каким соусом да потому что он стремится обратно к своим машинам своим любовницам к удовольствиям а у бедного ничего не было ведь не богатство не удовольствие вообще ни хрена да но привязанности эта штука такая колесо сансары потому и существует что у человека есть привязанности это дети это родители это внуки какие-то маленькие радости жизни многие любят этот мир я этим похвастаться не могу конечно вот поэтому душа требует отсекания всего того что держит вас в этом мире иначе вы обратно инкарнируете и это будет называться реинкарнации а если вы хотите добиться бессмертия и уйти в другие миры гораздо более интересные вам придется над собой работать вам придется обрубить все щупальца это и жадность это и похоть это и глупость кстати необходимо учиться постоянно учиться развиваться следить за своим телом потому что в этом теле находится ваша душа и то насколько вы будете работать над собой над своим телом даст возможность вам дольше заниматься своей душой очевидные факты человеческая душа входит в тело для того чтобы получать знания немножко страдать немножко любить накапливать мужество честность открытость духовность мужество бесстрашие только в таком случае человек может понять что пребывание на этой земле ничего хорошего ему не сулит еще где-то до 40 лет горбоны играют а дальше человек понимает бессмысленность как ему кажется этой жизни в обязательном порядке человек должен работать над своей душой а иначе катастрофа кстати могу вам сказать тем кто недоволен своим телом своими болезнями тот кто ропщит постоянно он не понимает одного что в следующей жизни может быть еще хуже мы часто видим коллег мы чисто видим людей типа холкинга холкинга которого до людей с церебральным параличем все это не просто так это для того чтобы человек в данной инкарнации еще больше разобрался со своими проблемами поэтому в царство божие попадают люди которые над собой работают а те которые живут как животные занимаются стяжательством живут только ради денег обманывают лицемерят унижаются перед вышестоящими начальниками идут на компромисс боятся всего чиновников дебилов соседей боятся сделать им замечание боятся оставить свое собственное мнение эти люди в рай не попадают чмошные несчастные души в раю не нужны поэтому работайте над собой друзья мои альтернативы нету в мире существует только одно правило надо поступать с людьми так как ты бы хотел чтобы поступали с тобой вы должны заботиться о своих близких но должны понимать что ваша душа это то самое главное ради чего вы живете в этом мире на сегодня все спасибо 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 paralyzed от голого моей cada когда центр в